Всем привет, ребят! С вами я, Лера. Я рада вам сообщить, что сессия у меня наконец-то закончилась. Завтра я еду в последний раз в ВУЗ отдать оригинал отчёта по практике. Мы проходили практику всего одну неделю. Ходили по разным кафедрам. У нас была ознакомительная практика. На одной неделе мы сходили на кафедру высокомолекулярных соединений каллоидной химии. На другой совместили аналитику с органикой и физхимию с неорганикой. Пока что на данный момент из того, что я знаю, какой информацией владею, я поставлю в приоритете кафедру по органической химии. И нас будут распределять в ноябре на второе место, скорее всего, аналитическую химию. И на третье место кафедру высокомолекулярных соединений каллоидной химии. Хочу вам рассказать, как у меня проходила летняя сессия. Проходила она, я бы сказала, потруднее, чем зимняя, но закончилась благополучно в отличие от зимней сессии. Первым экзаменом была математика, ее я сдала на пятерку. Изначально надеялась, что будет автомат. Вот никогда, если точно не знаете, то не надейтесь. Вот, ну, как надеетесь, конечно, но, как говорится, и сами не положите. Я узнала за три дня до экзамена о том, что все-таки я иду на экзамен, но освобождаюсь от практической части, так как за нее у меня уже стояло отлично. То есть мне нужно было выполнить одну теорию. Задание по теории было, два задания по практике, одно по теории. Мне два задания по практике убрали. Я писала теорию. Сначала я писала билеты, написала где-то до 11-го билета, дальше кое-какие приписки делала, но поняла, что писать не мой вариант, я не успеваю. В итоге за два дня я выучила все 36 билетов за один день 18 и за другой день тоже 18. Попалась я Эмма Лопиталя. На уделение я не смогла ее вспомнить сразу. Я вспомнила Каши, Лагранжа, Роля, ну кто знает, тот поймет. Но только не Лопиталя на удивление. То есть я знала, как она работает, но из головы формулировка вылетела. Потом все-таки написала билет, ответила на дополнительные вопросы, получила пятерку и довольная поехала домой. По информатике у меня было 5 автоматов, слава богу. Последним экзаменом была химия, на ней меня ждал сюрприз. На экзамене я прихожу. Спасибо большое моему другу-однокурснику, который позанимался со мной и с моей подругой как репетитор. То есть весь день прорешивал билеты в плане фазовых диаграмм и так далее, как тому подобное. И он смог донести до меня этот материал. Я наконец-то поняла, как их читать. В общем, нам штуровали мы билеты и по химии элементов, и по комплексам, и по фазовым диаграммам, физико-химическому анализу. Прихожу я на экзамен. Отпустили сначала тех, у кого был автомат. В итоге я на еду на всем осталась одна. И еще пару людей было на других рядах. Там преподаватель говорит, а зачем нам решать билеты? Давайте ликбез. Тут я и была рада, и испугана одновременно. Но по ликбезу, слава богу, он задал просто школьные иегешные реакции. Там совместный гидролиз был. И реакция йода с констеринной азотной кислотой я написала. Единственное, что он попросил нарисовать меня и конкурентное плавление, фазовую диаграмму. Я нарисовала конкурентное, но я подписала, чтобы он видел, что я знаю конкурентное. Вот сначала перепутала. Думала, ну ладно, сейчас попробую нарисовать и конкурентное. Но он мне уже этого сделать не дал. Вот, ну благо, вот после реакции йода с азотной кислотой сказал, что всё, четвёрку вот заслужили. Я была очень довольна, думаю, ура, всё, я вернула стипендию. И за практику нам позавчера сказали, что у нас у всех отлично, кто посещал. А я посещала все кафедры. И завтра мы едем отдавать оригинал в ВУЗ. Возможно, нам уже в зачётке, наконец, напишут, переведённый на второй курс и поставят оценку за практику. А также, как происходила защита курсовой работы. Курсовую работу я защищала 20 июня, что было мне неудобно, потому что 19-го день рождения. И получалось ни туда, ни сюда. В день рождения, когда меня уже начали поздравлять, я была радостная, у меня было хорошее настроение. Но утром я опять начала трястись, весь день мне было страшно. Тысячу раз бегала к подруге, перепечатывала курсовую, потому что находила какие-то ошибки у себя. Там сноски, например, с ссылками не совпадали. Справляла и справляла. В итоге там всё равно кое-что оказалось не по ГОСТу, но, слава богу, преподавателем было на это всё равно. И 20 июня наступил день сдачи. Мы сдавали одна группа, вся наша группа делилась пополам. И мы сдавали 20 июня. И 21 июня я пошла 20. Пораньше хотелось отстреляться, к тому же. Ну и меньше переживала, получается. Меньше дней переживала. Когда я выступала с курсовой работой, я выступала последней, хотя это уже не первый раз происходит, что я планирую быть первой, но почему-то выхожу либо последней, либо всеединки где-то. Мы разрешили подглядывать в наш материал. И один из преподавателей вообще на моём выступлении вышел, но ещё передавно человек выступал, он вышел на половине её выступления. Получается, половину моего выступления я не застал. А как раз этот преподаватель нам оценки выставлял. И я вышла, начинаю рассказывать. Он потом заходит так в недоумении, пытается уловить суть моих рассуждений. И в итоге задали несколько дополнительных вопросов, я начала рассуждать, мне там немножко помогли в этом. И в конце нам, в той части, которая сдавала 20 июня, заявили, что мы выступили как школьники. Мы уже не знали, каких оценок нам ожидать. Ну, типа, нам сказали, что выступление, честно, плохо было у всех. Но страничку нашего куратора и того, кто должен был проверять курсовую, взломали, как я понимаю. И он не имел к ней доступа неделю, а как раз ту неделю, когда мы сбрасывали ему курсовые работы. И мы ещё перед защитой сказали, что вы же понимаете, что мы сейчас идём, мы не знаем, что у нас верно, что у нас неверно. То есть идём вообще на бум. Но нас ждал потом сюрприз, когда мы отдали ему зачётки, потом пошли их забирать через некоторое время. И получилось так, что, как я поняла, у всей группы абсолютно пятёрки за курсовую работу. И мы просто такие, ну, ванлах просто, класс. Как-то так проходила моя сессия. Также у нас во втором семестре было, поскольку проходилась химия элементов, у нас было очень много различных химических экспериментов. Я вставлю в это видео, вот сразу после того, как закончу свой монолог, вставлю различные видео с этими экспериментами. Можете посмотреть, оценить и написать комментарии под этим видео. Мне будет очень приятно их прочитать. После того, как закончилась летняя сессия, я продолжила свою работу в онлайн-школе Турбо. Потому что с каждым месяцем, чем больше мы приближались к лету, тем меньше я там проверяла домашних заданий и ушла с сообщений. Так можно было делать, можно было отказаться от сообщений, если это необходимо. 27 июня я возобновила свою работу в онлайн-школе. Пока что работаю летним куратором, но уже давая им знак, посигналила. Я написала, что хочу продолжить работу в новом лечебном году и дальше работать куратором на сообщениях и на домашках. А пока что летом буду отвечать на сообщения ребят в летней школе Турбо. И сейчас я делаю там различные опросы, задаю им вопросы, они отвечают. Я создаю всячески активность в беседе, чтобы они общались с друг с другом, также общались со мной и узнавали что-то новое. Пока что мне всё нравится. Работать куратором, по моему мнению, очень круто. Поэтому всё-таки есть чем заняться этим летом. Я стараюсь находить себе летом во всяческие различные занятия, потому что без дела сидеть не хочется, становится быстро как-то скучно. То есть сессия кончилась, я буквально там два дня, или может быть чуть больше, может чуть меньше, полежала, отдохнула и всё, мне стало скучно, мне нужно погулять, мне нужно что-нибудь поделать. Ничего не могу с собой поделать. Надеюсь, скоро общат на вас ещё новые видео, у меня есть много идей. На этом у меня всё. Спасибо большое вам за просмотр. Всем здоровья и добра, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok